У главы муниципалитета нет времени на отдых. Даже в выходные он тщательно следит за проделанной работой своих подчиненных. Так в субботу им был запланирован объезд территории Ленинского городского округа. Сначала Валерий Венцель проверил выполнение своих поручений, касающихся облицовки домов и благоустройства в целом в видном. Сейчас 34 человека работают на области. Сколько должно быть на одном доме? Особое внимание глава уделил дому, несколько квартир которого пострадали в сентябре от пожара. Следующей остановкой Валерия Венцеля стал поселок Ленинский, в котором он пообщался с жителями. Активистка Надежда Скворцова рассказала о насущных проблемах всех близ стоящих домов и поблагодарила главу за все уже выполненные просьбы. Горячее водоснабжение в квартирах Валерий Венцель проверил лично. Горячая вода у нас. Все работает. Завершающим местом субботнего объезда стала развилка, где глава осмотрел детские площадки, заглянул в местную библиотеку и оценил качество ремонтов подъездов. Старосты домов подготовили подробный доклад о результатах. Вставить разбитые стекла? Вставили разбитые стекла. На двери? Да, да, да. А может быть двери поменять? Они написаны там перечить, да. Заменить ходную дверь, также двери лифты, полные всех этажах, на металлические противопожарные сдаводчики. Заменили? Нет. Очень полезные встречи. Почему? Потому что на основе этих встреч мы формируем, прежде всего, планы на будущие годы. И вот сегодня мы сделали и приняли решение вместе с жителями включить часть подъездов в программу ремонта следующего года. В то же время и по программе капитального ремонта обратиться в фонд для проведения конкретных домов по программам этого фонда. Валерий Венцель дал ценные поручения своим подчиненным и обратил их внимание на ряд замечаний. Прислушался к советам жителей и пообещал, что впредь будет держать все строительные и ремонтные работы в Ленинском районе под личным контролем. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Пошлева. Видное ТВ.